Глава округа провёл ещё одну встречу с погорельцами 45-го дома на Комсомольской улице. Администрация готова провести ремонт пострадавших от огня и воды квартир. Не только муниципальных, но и приватизированных за счёт привлечённых средств инвесторов. Понятно, что это будет ремонт общестроительный, то есть полы там линолеем, окна поменяем, двери поставим, стены покрасим или какие-то обои. Делать будем ремонт. Предваряя ваши вопросы, что вы не хотите делать ремонт, а хотите получить деньги, отвечаю всем – нет, никому денег мы не дадим. Хотите делать, чтобы мы вам сделали ремонт, мы сделаем вам ремонт. На это у меня есть основания. Я просто боюсь, что в силу разных причин деньги разойдутся, и вы останетесь без отремонтированной квартиры. Также пострадавшие при пожаре могут рассчитывать на материальную помощь. По решению Радио Хабирова, каждая семья получит по 50 тысяч рублей из муниципального бюджета. Ожидается финансовая поддержка и от управления соцзащиты. Управляющая компания отремонтирует фасад дома и подъезд. Мы выделим субсидии, муниципалитет выделит управляющей компанией. Фасад должен быть отмыт, проведён в положении. Балконы должны быть приведены в соответствии. Понятно, что, уважаемые жители, мы не сможем и не будем, если были застеклённые, сгорели, это уже впоследствии сами на ваш вкус и цвет и по вашим средствам будете делать. Мы восстановим просто некий первозданный вид, чтобы, по крайней мере, там вы могли выходить, а там уже будете сами принимать решение, как вам это делать. Ремонт в квартирах начнётся после их обследования. А выплаты, как только будет готова, справка о пожаре. Следующая встреча с пострадавшими от пожара состоится 6 сентября в администрации округа. Пока же в гимназию номер 6 неравнодушные к беде жильцов Комсомольской 45 продолжают нести вещи и продукты.